Всем доброе утро! Меня зовут Иван Беров, я директор по цифровой идентичности компании Ростелеком. И мне сегодня выпала честь модерировать эту сессию, сессию Уральского форума, осеннюю сессию Уральского форума. У нас с вами здесь, судя по всему, такой выездной кемпинг в городе Москва нашего любимого Уральского форума, поэтому предлагаю начинать. Я представлю сегодня спикеров нашего мероприятия и предлагаю построить нашу дискуссию со спикерами в режиме диалога, а не в формате вопрос-ответ, как это обычно принято на пленарных заседаниях. Андрей Выборнов, заместитель директора, начальник управления методологией стандартизации информационной безопасности и киберустойчивости Департамента информационной безопасности Банка России. Андрей, приветствую! Здравствуйте! Дмитрий Гадарь, вице-президент, директор Департамента информационной безопасности Тинькофф Банка. Дмитрий, привет! Алексей Казаков, заместитель начальника отдела анализа криптосредств компании Крипто-Про. Дмитрий Улыбин, директор по информационной безопасности проектного офиса единой биометрической системы компании Ростелеком. Дмитрий, привет! Андрей Федорец, генеральный директор компании ID-Systems. Здравствуйте, коллеги! И Антон Милузов, руководитель Департамента развития услуг и продуктов компании Infotex. Привет! У нас сегодня сессия посвящена вопросам информационной безопасности, связанной с использованием единой биометрической системы и применением ее непосредственно в кредитных организациях. Однако мы все с вами помним, что потихоньку в рамках цифровизации экономики возникают новые задачи и вызовы, которые ставит перед нами государство в части перехода полностью на электронное взаимодействие. И сегодня хотелось бы посвятить нашу дискуссию достаточно острым и горячим вопросам относительно того, а можно ли те требования по информационной безопасности, которые установили перед нами наши регуляторы, использовать не только в сфере применения банковских технологий, но и для цели обеспечения, например, работы с данными в целом. Потому что недавячи, как в июле, было принято 710-е постановление правительства о том, что данные из государственных информационных систем станут доступны рынку, прежде всего финансовым организациям. В рамках проекта постановления около 20 банков, 4 страховых организаций и новые заявки мы продолжаем получать, станут доступны данные из государственных информационных систем полностью в электронном виде. Также у нас на подходе изменения в 63-й федеральный закон, это использование облачной квалифицированной электронной подписи, это проекты, связанные с единым реестром населения и инсудом. Все эти проекты так или иначе связаны с данными. Первой пилотной ласточкой стал 482-й федеральный закон об использовании биометрических персональных данных. И сегодня уже установлены требования, есть и мэр, есть указания Банка России, есть ряд компаний, которые уже приступили к разработке таких решений, есть непосредственно сами кредитные организации, которые уже самостоятельно приступили к выполнению указанных требований. И первый вопрос, наверное, самый основной, который беспокоит и рынок, и участников, которые занимаются вопросами, связанными с информационной безопасностью. Андрей, а будет ли у нас надзор в этой сфере? Как регулятор видит себе подход к тому, чтобы контролировать ход выполнения указанных требований? И какие методы, и какой, самое главное, таймлайн у этого контроля предусмотрен? Добрый день, уважаемые коллеги! Достаточно активно сейчас развивается процесс надзора за вопросами информационной безопасности и киберустойчивости. Определенная работа ведется в этом направлении, совершенствуется надзор, выстраивается работа по рископрофилированию. Но это, наверное, предмет следующей дискуссии. А вас, наверное, очевидно интересует тематика именно надзора такого конкретного с точки зрения вопросов информационной безопасности при сборе, обработке и верификации использования инвестиционной системы, то, безусловно, такой надзор он будет. Значит, вопрос, в каком момент его необходимо начинать, с какого момента от этой процедуры. Мы как бы до себя, и это банкам достаточно давно, так сказать, анонсировали, что и были официальные письма на этот счет, кстати говоря, от Банка России. Мы все-таки видим, что требования по информационной безопасности в общем должны быть, наверное, выполнены к следующему году. И мы на это ориентируем те банки, с которыми мы взаимодействуем. Собственно, это 38 крупных, 28 крупных банков, которые держат большой объем рынка с точки зрения обслуживания физических лиц. И мы надеемся, как бы, и в какой-то мере даже наставим, что требования по информационной безопасности именно применительно к сбору биометрических данных и, значит, последующей процедурой идентификации клиентов, удаленность использования биометрической системы, наверное, уже нужно выполнить к концу этого года, к началу следующего года. У меня есть определенный слайд на эту тему. Я могу, как бы, показать, если потребуется, более подробно сказать об этой теме. У меня один слайд, вот, он как бы такой, вот, больше с цифрами. Мы, надо сказать, ведем работу с банками, их 38, как я сказал, да, которые нас интересуют в первую очередь, наверное, эти банки о себе знают, что они попали в этот замечательный список 38 банков, да, мы проводим с ними работу, собираем информацию, встречаемся, пытаемся контролировать ситуацию с точки зрения решений по информационной безопасности. И мы ведем работу с разработчиками, значит, собственно говоря, решений по информационной безопасности, с другой стороны, и у нас, как бы, картина выглядит таким образом, что семь банков из этих 38 пытаются реализовать самостоятельно эти требования, которые необходимы, семь банков, да, вот, вот, Тинькофф банк, кстати, наверное, поделится, так сказать, опытом, который он приобрел на пути, на этом словном пути, да, 31 банк, собственно, ожидают те или иные типовые решения или облачные решения, да, значит, обратите внимание на слайды, что у нас есть вот два домика, вот, в квадратике, снизу, справа, цифра 37, это банки нам подтвердили официально из этих 38, что они планируют завершить работу в 2012 году, один банк, вот, сказал, что в 2020, вот, вот, как бы, вот, такая вот картина по цифрам, да, и у нас есть в нашем понимании четыре, как бы, ключевых решения, да, это решение, собственно, Ростелекома, да, это типовое решение, облачное решение, которое находится в стольной степени в обработке, решение Infantex, да, это типовое решение, решение ЦИФТ, это облачное решение, и, собственно, IDC-стим, опять же, типовое решение, да, значит, ну, что такое типовое, что такое облачное, типовое решение, надо сказать, что речь идет, в первую очередь, о, собственно, готовом решении, который, ядром которого является знаменитый, значит, ХСМ класса КБ, да, вокруг которого должно быть размещено определенное количество, там, скажем, оборудования разного назначения, да, это доверенная среда вызовов и, собственно говоря, средства защитной информации, которые должны, вот, по идее, реализовать те требования, которые изложены в нашем знаменитом 4МР, вот, собственно говоря. Вот это типовое решение, его создание, оно требует, безусловно, определенного ряда шагов, это, первое, это оформление на бумаге, это системный проект, так называемый, согласование системного проекта с полномоченным органом, а потом, собственно говоря, создание самого решения на основании системного проекта и последующее повторное согласование с полномоченным органом уже, собственно, самого решения на соответствие системному проекту. Вот, как я сказал, несколько, так сказать, организаций активно ведут эту работу, IT-систем, Инфотекс, Ростелеком, в разной степени, так сказать, готовности, наверное, коллеги, если будут вопросы, об этом более подробно смогут сами рассказать, да. Есть облачное решение, когда этот замечательный ХСМ расположен не в инфраструктуре самого банка, а в инфраструктуре другой организации. Этой работой занимается активно ЦФТ и Ростелеком, насколько я понимаю. С облачным решением есть определенные правые нюансы, о которых можно поговорить, но тем не менее работа ведется и мы рассчитываем, что она завершится положительно. С учетом мнения банков, что большинство делает не самостоятельно, а большинство пытается пойти на готовые решения, и с учетом работы, которую делают разработчики, нам кажется, что в принципе рано или поздно обеспечение информационной безопасности в рамках удаленной идентификации и сбора биометических данных должно выйти на уровень, который предусмотрен моделью ГРОС и методические рекомендации в 4МР. Да, и конечно мы надзорные мероприятия, безусловно, будем проводить, это как бы очевидно, но надо учитывать, что, конечно, их интенсивность, скажем так, и глубина, она, безусловно, зависит от того, в какой момент времени у нас будет готовое решение для того, чтобы банки могли их принимать. То есть, безусловно, если нет решения, то как бы, безусловно, бессмысленно проводить надзорные мероприятия. То есть мы как бы являемся в какой-то мере ожидаем, что производители нам, нашим поднадзорным, дадут решения, которые они смогут применять. То есть, правильно ли мы понимаем, что в целом банки могут рассчитывать на отсрочку, даже несмотря на то, что есть информационное письмо Банка России о неприменении мер до конца текущего года? Срочки такого плана, они, безусловно, находятся не в моей компетенции, как вы должны понимать. Они, как правило, подписываются, информационное письмо идет от имени первого зампреда Тулина, поэтому мне трудно здесь однозначно ответить на этот вопрос. Но еще раз повторю, что, безусловно, интенсивность надзорных мероприятий должна быть тогда повышена, когда есть предмет проверок. А поскольку большинство банков идет на типовые решения, то здесь фактически… И мы это как бы поддерживаем, что банк не самостоятельно делает. Но многие могут… Вот семь банков самостоятельно, но тем не менее большинство идут на какие-то сторонние решения. И здесь, безусловно, наверное, с нашей стороны мы видим больше задачи, чтобы как-то ускорить разработку типовых решений и облачных решений, чем наказывать банки в этом направлении. Андрей, спасибо. Тогда давайте попробуем уточнить, а какой у нас все-таки статус разработки таких типовых решений. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, какой статус у Ростелекома? Доброе утро, коллеги. На самом деле на данный момент по типовому решению, которое размещается в инфраструктуре банка, мы находимся в финальной стадии получения заключения от коллег из восьмого центра и с ФСБ. Уже завершена разработка, завершены тематические исследования, получен отчет лаборатория о соответствии разработанного типового решения, требованием всех методических рекомендаций, корректности встраивания и требованием согласованного ранее системного проекта. Получение заключения мы ожидаем в этом месяце с большой долей вероятности. Таким образом, типовое решение, которое уже создано, уже разработано, оно готово к внедрению и полностью готово. Касательно облачного решения, на данный момент ведется активная разработка по согласованию системного проекта с коллегами из восьмого центра и мы тоже находимся в достаточно высокой стадии готовности согласования этого документа. И параллельно с этим ведем разработку непосредственно программной части, которая будет размещена на защищенной площадке Ростелекома и будет предоставляться рынку как сервис. Таким образом, к концу года мы ожидаем выхода на рынок облачного решения от Ростелекома. Андрей Фидорец, Андрей, расскажите, пожалуйста, Ваша компания тоже, насколько мне известно, занимается разработкой типового решения. В целом, мы видим достаточно высокий интерес со стороны рынка к подобного рода продуктам. Как Вашей компании удается выполнять эти требования, достаточно высокие, и какой статус у Вас? У нас история еще более веселая, наверное, потому что мы свое решение сделали уже два года назад и подгоняли его под перечень угроз. И обратным ходом из перечня угроз мы реализовывали средства защиты, которые должны быть сделаны. И когда вышли 4МР, у нас оказалось, что решение сложнее, то есть больше покрывает требования Инфобиза, чем 4МР, и мы откатывали назад, так сказать, разработку. Исходя из этого, мы системный проект переписывали пару раз, потому что началось учитывать, ну, то есть именно упрощать требования, которые мы заложили ранее. И сам системный проект в очередной раз переписали, ну, не переписали, а дорабатывали с учетом различных флуктуаций форматов данных. У нас внезапно там появились новые обязательные поля при передаче сведений. А это для нас важно, потому что мы реализовываем системный проект не на закрытый КВ-шный контур, а на всю инфраструктуру системы. Там у меня в материалах есть, там на стенде посмотрите. То есть у нас схема, которая согласовывается в системном проекте, она покрывает весь закрытый контур, включая я КВ-шную часть. Вот, поэтому у нас, ну, такой сложный получился, сложнее получился проект, чем хотелось бы ранее, вот так вот скажем. Вот, соответственно, проект, из-за того, что он такой сложный, он построен на решениях одного вендора по защите информации, ну, средств защиты информации, криптопро вендор. Соответственно, системный проект согласовывается тремя сторонами. Нами, криптопро и ФСБ. Соответственно, на сегодня с криптопро проект согласован, с ФСБ проект в принципе тоже согласован. Я думаю, что он сейчас на подписи находится. Буквально сегодня на подписи должен уже, по идее, находиться ФСБ. Поэтому как бы, вот как-то так. Движетесь ли вы в сторону разработки облачного решения? Значит, облачного решения, ну, неоднократно всеми участниками рынка замечается, что для того, чтобы облачное решение работало, необходима юридическая поддержка его. На сегодня мы ее не видим просто, на самом деле. Поэтому мы решили пойти путем максимального упрощения, ну, скажем, упрощения и реиспользования в банках типового решения. Вот так вот. То есть мы с коллегами, с партнерами нашими, которые обеспечивают внедрение нашего типового решения в банках, пошли по пути такому, что те работы, которые они выполняют внутри банка в рамках ЕБС, будут использованы и должны быть использованы в рамках обеспечения всех мер, которые требуются в настоящее время. По 382П, 362П, 383П. Соответственно, там множество работ необходимо реализовать внутри банка все равно. Ну, это как бы тема все равно, да, в этой дискуссии подниматься будет, поэтому я сразу начну там, да, а потом продолжим. Вот, то есть мы как раз вот в рамках всей своей деятельности всегда идем на то, чтобы наши решения были максимально использованы в банке не только для одной задачи, а для там многих задач. Вот, и, соответственно, те решения, которые реализуются за пределами ЕБС, они могут использоваться там во множестве подразделений банка для автоматизации, ну, для удешевления внутри банковских процессов или для предоставления новых клиентских сервисов. И также с ЕБС мы говорим всегда банку, что эти затраты, это затраты, которые вы все равно либо должны были бы понести уже, либо понесете все равно в будущем на информационную, на защиту информации, на обеспечение защиты информации, на подготовку документации, на аттестацию, ну, на множество вот тех вещей, которые надо идти. Поэтому, исходя из этого, мы как бы видим, что совокупная стоимость владения системы необходимой для ЕБС плюс работы по защите информации и по обеспечению документарному этого процесса, они укладываются не только вот в реализацию взаимодействия с ЕБС, там, с УБИ, но и на другие бизнес-процессы банка, которые при взаимодействии с помощью облачного решения все равно придется решать банку. Поэтому есть одна только дельта получается. Одна дельта в рамках построения именно КВ-шного контура внутри банка, который не будет в рамках облачного решения, например, внутри банка. Но будут затраты на сопровождение этой части. Поэтому очень сложно считать вот эту совокупную стоимость владения, но при как бы мудром подходе это можно сделать. И эти деньги, которые мы сейчас затратим на построение инфраструктуры, не зарыть, а использовать дальше. Вот как бы вот в этом заключается наш подход. Андрей, спасибо. Вы подняли правильную тему. Мы к ней вернемся в части переиспользования решений. Подскажите, удалось ли вам уже сконфигурировать свое решение таким образом, чтобы стоимость, которую кредитная организация будет нести на его внедрение, была оптимальной. И если удалось, то какими способами вы этого достигли? Да, удалось, конечно. Но тут вопрос в том, каков критерий оптимальности. Если это стоимость, то тогда мы оптимизируем ее уменьшение. Потому что мы работаем на, скажем, бизнес-модель компании, которую я руковожу, это реализация коробочных решений. И если требуется внесение изменений, ну, кастомизация какого-то решения для какого-то конкретного банка, мы не делаем кастомизацию для одного банка, мы ее закатываем в коробку. Соответственно, исходя из этого, коробку можно продавать дешевле, чем кастомное решение. Соответственно, все наши решения во всех банках абсолютно одинаковые, ну, при одной версионности, да, там внутри банков разных. Соответственно, изменяется только, может изменяться только интеграционный слой. В рамках ЕБС интеграционный слой меняться не может. Но только если мы работаем, ну, с двумя решениями, да, то есть если вот типовое решение от Ростелека работает с нашей обвязкой для армов. Или и наоборот, да, если наша универсальная сервис-подпись работает с армом, съема БО, там, Ростелеком, например. Ну, там тоже один раз реализована интеграция в ту и другую сторону, и как бы это все равно коробка. Исходя из этого, мы просто ставим там минимальную стоимость на решение именно это, и вот я думаю, ну, из-за этого оптимальным и является. Но всех, тем не менее, все равно беспокоит итоговая стоимость решения. И буквально недавно в прессе вышла статья Альфа-банка о том, что банк потратил порядка полутора миллионов долларов на обеспечение информационной безопасности. Конечно, такая сумма достаточно высока и, наверное, объективно неприемлема для участников рынка. Какая стоимость решения, Дмитрий, Андрей? Сколько вы, скажем так, в части своих предложений готовы озвучить рынку итоговую стоимость, и как эту стоимость можно оптимизировать? При размещении типового решения на площадке банка его стоимость будет начинаться от 5 миллионов рублей. Оптимизировать его можно, используя облако, и облако будет значительно дешевле, то есть порядка 1-2-3 миллиона рублей в год. Соответственно, облако можно использовать помимо нужд ЕБС для реализации универсального механизма подписи на нужды банка, если оно того требует. Кроме того, тут необходимо отметить, что в облачном решении от Ростелекома уже будут предусмотрены армы сбора, и, соответственно, никаких дополнительных затрат на ПО сбора не потребуется. — Порядок стоимости примерно одинаковый, на самом деле. То есть где-то примерно 5 миллионов – это для банка, у которого нет офисов. Таких банков, как ни странно, таких банков много очень. — Хорошо. Тогда у нас встает, на самом деле, с вами очень интересный вопрос. А нужно ли банку покупать типовое решение по информационной безопасности, ждать облачное, или реализовать это решение самостоятельно? Дмитрий… — Я могу дополнить, да? Сори, прошу прощения. То есть 5 миллионов, я думаю, что у нас это примерно одинаковая стоимость. Это не стоимость нашего решения, софта. Это стоимость всей инфраструктурной части, необходимой для построения. В этой инфраструктурной части моего софта, ну, строк там 20 тысяч, наверное, все больше, ну, то есть кода. А все остальное – это ХСМы, континенты, энгейты, там, соболя, операционные системы и тому подобное антивирусу. То есть это везде одинаково будет стоить. — Входит ли в Ваше решение, в том числе выдача сертификата соответствия этого решения, для того, чтобы кредитной организации в дальнейшем не пришлось делать тематических исследований? — Банк тематику не делает, да. — Андрей, пожалуйста. — Это же как бы основное, я так понимаю, что, грубо говоря, решение поставляется как типовой, как набор. Да, все тематические исследования проводятся на этапе согласования на соответствии с системному проекту. Это же, как бы, ключевая, одна из ключевых тем. И здесь важный момент, который бы я хотел отметить, потому что, вот, чтобы были четко акценты расставлены, мне кажется, что надо важно говорить о том, что типовым решением надо, так сказать, охватить оба процесса. И процесс сбора, и процесс верификации, потому что, по нашей информации, многие разработчики реализуют только процесс сбора. И нам кажется, это неправильно, потому что бессмысленно собирать без последующего, так сказать, использования. — Это, например, я, да. Вот мой системный проект без УБИ сейчас. Почему? Потому что, ну, просто скажу, без УБИ, да, там не буду углубляться, там почему. Мы уже готовим дополнение к системному проекту, который будет обеспечивать УБИ, потому что все-таки очень сложная штука это. И надо сказать, что системный проект текущий, как я уже сказал, он закрывает весь контур, в том числе армы сбора биометрии. И там будет также проводиться исследование в рамках типового решения, а не банк не будет обязан проводить какие бы то ни было исследования, если использует типовое решение, которое обеспечивает только закрытый контур. Вот, это важная штука. А да, конечно же, по УБИ мы готовим это самое дополнение к системному проекту, который обеспечит возможность использования специальных средств на клиентских устройствах, которые пройдут тематику и не будут требовать исследований для банка, конечно же. То есть для нас, как для участников рынка, очень важно понимать, что любой типовой продукт, который нам предлагают, должен соответствовать трем критериям. Критерий номер один, он должен покрывать требования регулятора в части регистрации. Критерий номер два, покрывать требования в части удаленной идентификации. И критерий номер три, он дополнительно не должен требовать проведения тематических исследований при покупке этого продукта. Спасибо. Но, тем не менее, хотелось бы все-таки разобраться, а что выгоднее и что самое главное целесообразнее? Ожидать типовое решение по информационной безопасности или облачное, или приступить к реализации такого проекта самостоятельно? Дмитрий, поделитесь, пожалуйста, вашим опытом, потому что вы один из первых банков, который самостоятельно выполнил требования регулятора в части информационной безопасности и реализовал полный набор функций с точки зрения сбора и с точки зрения идентификации. Чего вам это стоило? Ну, стоимость решения, она сравнима с той стоимостью, которую предлагают коллеги при разработке самостоятельно. В целом, мы не испытали каких-то сложностей при реализации. Сейчас проект на этапе тематических исследований, на этапе разработки и подготовки к тематическим исследованиям. То есть мы самостоятельно разработали техническое задание с участием коллег из CryptoPro. Они нам сильно помогли в этом. У нас довольно сильная внутренняя разработка, довольно динамично передвигающаяся, и нас не вызвало каких-то сложностей в разработке. Сейчас мы готовим стенд для проведения тематических исследований, совместно с коллегами из CryptoPro и с ФСБ будем проводить исследования. По стоимости, ну, стоимость примерно такая же, около 5 миллионов, без резервирования ХСМов. То есть, если это просто по одному... Правильно, это же без резервирования ХСМов. Ну, с резервированием, соответственно, там примерно X2 будет, чтобы построить отказоустойчивый контур. Если в минимальной комплектации, это будет стоить примерно так же. Ну, не X2, учитывая, что стоимость самого решения, которое подписывает, оно не будет увеличиваться. Нужно будет докупить дополнительных ХСМ, которые стоят около 2 миллионов и так далее. Подскажите, пожалуйста, вот мы очень часто слышали вопросы в части самостоятельного подхода к реализации требований по информационной безопасности, что нужны сертифицированные специалисты, требуются обученные квалифицированные кадры в области защиты информации. Насколько трудоемко, с точки зрения внутренней организации, подойти к этому процессу самостоятельно? Или достаточно сильного партнера, который проконсультирует, каким образом правильно это решение реализовать и обеспечит некий саппорт при подготовке материалов, закупке оборудования и проведении тематических исследований? Как вот изнутри выглядит сам процесс? Не уверен, что я правильный вопрос понял. Но вот если вопрос в том, что можно ли довериться в данном случае при реализации решения кому-то или делать самостоятельно, насколько это большая разница. С точки зрения найма сотрудников, наверное, никакой разницы, потому что любой банк обязан иметь отдел криптографической защиты, где есть обученный персонал, два человека, руководитель, заместитель его, и здесь каких-то дополнений не требуется. С точки зрения самой техники, там тоже ничего сложного нет. То есть реальная сложность состоит в правильном написании технического задания, в правильной разработке, в тематических исследованиях. Остальное, ну, ХСМ купить, я думаю, любой сможет. Сколько у вас по времени заняла реализация этого проекта? Сейчас вспомнить бы. Я думаю, что сейчас мы занимаемся к текущему моменту 4, может, 5 месяцев. Около того, что-то. Ну и плюс остались тематические исследования, мы подошли к последнему этапу. То есть разработка уже практически завершена, и какое-то время еще займет согласование с ФСБ. Ну, тематические исследования, собственно. Дмитрий, тут вопрос. На самом деле, сложности не разработки, а согласование с регуляторами и со спеццентром. Здесь-то вот у вас были какие-то проблемы или нет? Согласование с регулятором? Да, ну, имеется в виду с разработчиком с КЗИ и с спеццентром. Да нет, мы вместе с коллегами делаем из КриптоПро, они нам реально помогают, и в этом сильно. И вот здесь, наверное, экспертиза сильно и пригождается. Потому что если бы мы пытались, наверное, самостоятельно пойти в ФСБ и начать с нуля это согласовывать, то это был бы сильно итеративный процесс, раз растянутый по времени. Наверное, мы бы добили своего, но у коллег большой опыт в согласовании собственных решений, большой опыт в написании технических заданий и вообще работе с этим регулятором. Поэтому мы сразу приняли решение не пытаться сделать это самостоятельно, а делать это с коллегами, которые профессионалы в этой области. Спасибо. В продолжение темы с Тиньковым перед нами стоит новый вызов. Вызов связан с тем, что при регистрации биометрических данных регистрация возможна не только в отделениях банка, но и, возможно, выездная регистрация. Выездная регистрация предполагает использование мобильных устройств. Давайте с вами попробуем подискутировать на предмет того, а как нам защитить мобильные устройства для того, чтобы сбор биометрических данных был максимально безопасен. На сегодня требования к сбору биометрических данных, а именно требования к каналу, к шифрованию информации, и те мобильные устройства, которые мы используем в повседневной жизни, к сожалению, не сопоставимы по классу защиты. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то наработки по этому вопросу, и как мы могли бы подойти к вопросу мобильного сбора с точки зрения выполнения требований регулятора? Да. На данный момент, как известно, устройств, соответствующих классам защищенности КС-3, мобильных, ну, нету, и сделать их весьма и весьма проблематично. Поэтому для устройств, которые бы реализовали мобильный сбор биометрических образцов, максимальным достижимым классом защищенности будет КС-2. Соответственно, на данный момент устройств КС-2 очень-очень-очень мало на рынке, это единичные образцы, но, тем не менее, примеры реализации уже есть. Соответственно, можно попытаться использовать отечественные операционные системы, соответствующие данному классу защиты, СКЗИ соответствующего класса, и на них реализовать некий терминал сбора мобильных биометрических данных. Понятно, что на данном этапе мы пока находимся в стадии проработки концепции технического планирования, но, тем не менее, я считаю, что это возможный и достижимый путь, как бы мы могли, с одной стороны, реализовать сбор биометрических образцов удаленно, а с другой стороны, обеспечить нужный уровень защищенности собираемых образцов. То есть на текущий момент готового решения с ответом на вопрос «А как это сделать?» у оператора системы нет. Пока находится в проработке. Понятно. Тогда давайте обратимся, наверное, к криптопро-инфотексу. Алексей, Антон, расскажите, пожалуйста, есть ли у вас мысли относительно этого вопроса, и каким образом нам подойти к тому, чтобы защитить мобильное приложение, самое главное, мобильный сбор, и выполнить требования регулятора по предъявляемому классу защиты? Есть ли какие-то мысли по этому поводу? Ну да, спасибо, Иван, за возможность. Да, конечно, есть определенные мысли по этому поводу. На самом деле мы в данный момент вступаем в новую эру, когда криптографические средства начинают широко использоваться на уровне мобильных устройств. Причем здесь как использование на распространенных платформах Android и iOS происходит, есть решение для квалифицированной подписи уже на мобильных устройствах, так и всевозможные применения прикладные, например, защита канала для передачи либо биометрических образцов, либо для биометрической идентификации в других приложениях. И это, конечно, новые вызовы ставят перед всеми участниками рынка. Здесь важно, чтобы не получилось у нас, как в анекдоте, когда Байкало-Амурскую магистраль строит две бригады, одна из Ванина, другая из Комсомольска на Амуре, встретиться будет одноколейка, не встретиться будут долго двуколейку строить. Вот здесь надо всем участникам рынка, регуляторам очень плотно работать, общаться, обмениваться именно своими мыслями, опытом, и не держать там у себя где-то в загашнике свои планы, наработки, чтобы потом не получилось, что все двигались в разном направлении и пришли к разным результатам, ничего вместе не получилось. Чтобы сделать на уровне государства, здесь на самом деле есть проект по национальному удостоверяющему центру, который тоже касается мобильных решений с криптографической защитой канала, аутентификации ресурсов, вот это все на самом деле нужно сводить в какое-то единое пространство для общения и для установления новых требований к распространению мобильных приложений, к операционным системам. Возможно, через какое-то время, понятно, что это сейчас кажется фантастикой, будет операционная система, которая совместима с рыночными устройствами и определенные магазины приложений с доверенным распространением. Это, конечно, решит массу проблем, которые встают перед разработчиками СКЗИ. Тут вопрос не в классе устройства, вопрос в том, что к СКЗИ определенного класса предъявляются требования по доверенной среде, по окружению. Вот эти требования выполнить очень сложно на Android и iOS, которые непонятные версии, непонятно, как пользователи установлены, непонятно, как туда попало приложение. Вот эти проблемы надо всем вместе решать, и это действительно большой челлендж для всех участников. Как раз по пути создания операционной системы с доверенным магазином распространения приложений мы и идем на самом деле. Понятно, да. Хорошо. Алексей, спасибо. Антон, спасибо. Алексей, вы хотите что-то добавить? Да, добрый день, Фим. Я бы допомнил чуть Антона. Вот хорошая аналогия с двумя железнодорожными путями, очень удачная. Действительно, есть очень такое строго формальное каноническое понимание нарушителя, которое называется классом защит КС1, КС2, КС3. Есть строгие требования регулятора, которые закладываются при сертификации криптосредств, при встраивании этих криптосредств, прикладные системы. А с другой стороны, есть неизбежная тенденция, что криптография должна быть на столе и в кармане, грубо говоря. Вот эти два момента надо соединить. Так прям сразу в лоб сказать, мы сейчас сделаем какое-то устройство, которое будет выезжать и защищать по КС3. Можно найти пути, но трудно, хотя бы с точки зрения формального выполнения требований. То есть правильно надо во взаимодействии с регулятором сводить эти проблемы, обеспечивая одновременно и удобство использования, и соответствующий уровень защиты. И это вопрос очень интересный, да, его нужно в постоянном диалоге, в дискуссиях проявлять. Когда-нибудь он придет к своему финалу, к правильному. Но вопрос непростой и очень нужен на сегодняшний день. Но нам с вами нужно сегодня попробовать выработать подход, с чего нам необходимо начать. Потому что надо двигаться по направлению к тому, чтобы, например, Тинькофф и другие кредитные организации, которые хотят осуществлять мобильный сбор биометрии, получили такую возможность. Исходя из того, что мы сейчас с вами обсуждаем, хотелось бы выработать некую дорожную карту по направлению решения этой задачи. С чего нам с вами нужно начать? Естественно, начало любого процесса защиты информации – это модель нарушителя. Вот если рассмотреть модель, существующую КС-3, то все мы понимаем, что это нарушитель, который допущен к работе с каким-то средством, с телефоном или с компьютером. Здесь нужно начинать с уточнения модели нарушителя, понять, чего мы в этом процессе боимся, а чего не боимся. И вот наметив основные угрозы, реальные, потенциальные, можно уже начать в этом направлении двигаться, понимая, как мы будем это реализовывать. То есть сначала это определение актуальных и отбрасывание неактуальных угроз в этом вопросе. Вы хотите добавить, Андрей? Да, у меня есть мысли по этому поводу. Почему бы нам не поговорить с коллегами из ФСБ по поводу шлюзования ИСОшной криптографии на Гастово где-то? В этом случае мы можем использовать рыночные устройства с доверенных. Ну, только естественно, что нам нужна доверенная среда. При этом мы можем каким-то образом принимать специальные программные средства, размещенные в магазине приложений Google или Apple Store, для того, чтобы понимать, что это приложение правильное. Механизмов для этого существует огромное количество. Главное затык – это именно ГОСТ на мобильном устройстве. На сегодня, мне кажется, это невозможно. Да нет, Андрей, никакой проблемы в том, чтобы реализовать ГОСТ для подписи и даже получить заключение. Нет на мобильном устройстве. У нас есть приложение, которое сертифицировано как средство электронной подписи для Android и iOS. Но здесь проблема в другом. Именно вопрос доверенной среды и распространения модели нарушителя, как Алексей сказал. Потому что здесь именно высокий уровень нарушителя в данном случае не позволяет просто и на распространенных, на массовых устройствах это сделать. Можно всегда построить ящик, чемодан, в котором ноутбук, в котором это все реализовано, и делать. Но здесь речь идет о том, чтобы это сделать быстро и просто. А шлюзование РСА или ЕЦДСА на ГОСТ – это ненужный уже, это решенный вопрос. Тем более, что у нас стандарт подписи, включены высошенные стандарты подписи. Поэтому это совершенно путь уже пройденный, не нужно его задавать. Теперь вопрос Дмитрию из Тинькова. Как он тогда будет решать вопрос мобильного сбора при существующих рекомендациях? Андрей, для нас. Вопрос простой на самом деле. То есть криптографию российскую поставить на мобилу не проблема вообще. Проблема в том, что обеспечить КС-3 на мобильном устройстве, а это зависимость на аппаратные датчики случайных чисел и вот на эту историю. И, собственно, реализовать именно из-за этого не получается. То есть там можно сделать ниже класс, но на той же российской криптографии. И идея, наверное, в том, чтобы применить какие-то компенсационные меры при реализации более низкого класса. То есть что сейчас обсуждается вообще в целом, чтобы как один из вариантов, это попробовать реализовать более низкий класс на устройствах мобильных, но при этом применить компенсационные меры, такие как замкнутая программная среда на мобильном устройстве российского производства или в дополнение к этому какие-то исследования устройств, идентификация того, кто собирает, и аутентификация через тот же EBS того, кто собирает эту биометрию. Может быть какой-то вариант антифрода на стороне собирающей, чтобы видеть, что что-то не так пошло на мобильном устройстве. Это как вариант компенсационных мер, которые, на мой взгляд, выглядят достаточными и позволят обеспечить безопасность сбора на мобильных устройствах. Но при этом, конечно, остаются вопросы модели нарушителя. Если модель нарушителя предполагает внешнего захватчика, который сделал аппаратную закладку в мобильное устройство, то тут вряд ли помогут какие-то средства замкнутой программной среды, которые находятся на уровне операционной системы. Дмитрий, спасибо. Андрей, у нас с вами развилка. Либо снижать требования и придумывать компенсационные меры, либо использовать отечественные устройства. Есть ли позиция регулятора по этому вопросу? И как вы видите себе выход из этой достаточно сложной ситуации? Мне лично кажется, тут надо разделить, конечно, массовое клиентское использование. Когда конкретный клиент банка использует для бимедической модификации, там надо понимать, что там, безусловно, нет требований по КС-3, КС-2. Там, насколько я помню, наш знаменитый документ «Перечень угроз» совместных статей с Ростелекома. Там КС-1, по-моему, для мобильного устройства клиента именно прописан. При идентификации. При идентификации, да. Поэтому то, что мы сейчас обсуждаем, в моем понимании, имеет отношение только, собственно говоря, с сборой биометрии, когда сбор происходит не в стационарной точке какой-то, а сбор происходит удаленный там. И там действительно КС-2, КС-3. Ну, наверное, здесь я с Дмитрием, наверное, соглашусь о том, что, наверное, целесообразно двигаться по пути определения компенсационных мер и корректировки нашего акта, который, клят, перечень угроз с точки зрения по направлению, что применяется там, условно говоря, КС-3 или там КС-1, например, при определенном объеме, так сказать, вокруг лежачих мероприятий, да, там технических, организационных и так далее. Вот мне кажется, в этом направлении если идти, то можно, наверное, достигнуть какого-то быстрого эффекта. Ну, конечно, надо думать, конечно, о перспективных там перцонках, но если мы говорим о локальном, так сказать, решении проблемы, вот мне лично кажется, надо по этому пути идти, и можно пытаться начать диалог с коллегами, значит, полномочный орган для того, чтобы скорректировать нашу модель с последующей корректировки 4МР. Спасибо. Это хороший результат работы, потому что наметилось движение в сторону решения этой проблематики, и если мы смогли бы на базе регулятора собраться этот вопрос обсудить, выработать компенсационные меры, выработать требования к снижению 4МР требований, это дало бы сильный импульс к тому, чтобы не только Тинькофф, но и другие участники рынка, которые используют мобильное устройство для цели регистрации, причем не только у курьеров, но и внутри офисов, могли бы полноценно рассчитывать на получение готового решения, соответствующего всем необходимым требованиям. А у меня есть парадоксальный, так сказать, вброс, так сказать, да? Из космоса? Ну почти. Вот мы говорим о таких тяжелых мерах защиты, ну действительно тяжелые, да они, но в то же время говорим, ну не мы говорим, а читаем в ведомостях, что к проекту взаимодействия с ЕБС хотят подключить МФЦ. Ну вот, собственно, дальше можно ничего не говорить про то, что надо строить в банках тяжелые средства защиты при съеме биометрии, при регистрации биометрических образцов ЕБС. Потому что если мы подключим МФЦ в этот процесс, то бессмысленно вообще говорить о безопасности какой бы то ни было. Вот, это вопрос тоже, кстати. Ну, банка России тут ничем не поможет, медсвязь только может помочь в этом отношении. Вопрос действительно интересный. Дмитрий, есть ли относительно МФЦ понимание того, каким образом Министерство цифрового развития, Министерство экономического развития видит в себе процесс подключения, самое главное, в соответствии с какими требованиями этот процесс будет происходить? При подключении МФЦ к процессу сбора биометрических образцов на МФЦ будут распространяться все те же требования по информационной безопасности, которые на данный момент распространяются к участникам, задействованным в процессе. Таким образом, да, МФЦ придется подписывать образцы СКЗИ соответствующего класса, выполнять требования по защищенности рабочих мест, выполнять организационно-распорядительные меры в части своих сотрудников, и в том числе подписи биометрических образцов, подписью оператора, который их собирал. Поэтому, по нашему мнению, те требования по информационной безопасности, которые будут выдвигаться к МФЦ, полностью соответствуют тому, что необходимо обеспечить. Проблема в том, что в МФЦ нет ЦБ, как контролирующего органа. Я про это говорю. Я всем рассказываю эту историю. Ужасная история. Я знаю людей, которые по телефону мобильному звонят в МФЦ, и им создают подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Я думаю, что то же самое будет примерно то же самое может быть и с ЕБС. В случае, если нет ЦБ в МФЦ, вот проблема. У нас есть отличный регулятор, который за любой шаг левый, даже за попытку, за прыжок на месте даже, мы понимаем, что это плохо. Из сидящих в зале, кто рекомендации 4МР не понимает, как жесткие требования. Есть таких банки? Ну, мне кажется, тут мало таких может быть. Рекомендации ЦБ. А в МФЦ что такое? Ну, вот здесь вот у меня... Меня гложет смутное сомнение. Требования предъявляются равнопрочные не только с точки зрения выполнения информационной безопасности, но и, прежде всего, требования равнопрочные с точки зрения ответственности. И сейчас те участники рынка, у которых, безусловно, есть регулятор в лице Министерства экономического развития, вырабатывают процедуру, на основе которой такая регистрация будет осуществляться. Более того, насколько нам известно, в рамках реализации программы по выдаче удостоверения личности гражданина нового поколения из-за гран-паспорта МФЦ будут оснащены специальными рабочими местами с криптографической защитой, в рамках которой будут выдаваться паспорта. Там выработан большой бизнес-процесс, в этом процессе участвовали все заинтересованные ведомства, включая и Федеральную службу безопасности. И достаточно серьезный надзор, потому что здесь речь идет уже не только о регистрации в единой биометрической системе. Здесь речь идет прежде всего о выдаче паспорта гражданина. И, безусловно, этот процесс требует достаточно серьезного внимания и будет подконтролен не только МФЦ, как организации, которые обслуживают человека, но и Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности. Поэтому ваши опасения, безусловно, понятны нам, но с точки зрения внимания со стороны регулятора, поверьте, там достаточно серьезные требования предъявляются к этому процессу. Но вопрос с мобильным сбором биометрии плавно нас подводит к вопросу использования биометрии с использованием мобильного устройства, то есть второй процесс удаленной идентификации. Сегодня, насколько вы знаете, реализовано мобильное приложение оператора системы, которое с использованием криптографических средств позволяет воспользоваться механизмом. Но с учетом тенденции развития рынка, с учетом достаточно внимательного изучения клиентского опыта и, самое главное, с точки зрения, прежде всего, банковской стратегии в части его улучшения, есть ли у нас возможность ожидать в ближайшее время выхода криптографического СДК в сторону мобильного устройства для того, чтобы кредитная организация самостоятельно могла встроить процесс удаленной организации в свой клиентский путь, а не пользоваться сторонним мобильным приложением. Здесь, наверное, хотелось бы послушать общую позицию и немножко подискутировать по этому вопросу. Алексей, давайте начнем с вас. Сейчас, да, вопрос я бы здесь поставил вот каким образом. Как чуть ранее Антон сказал, средства криптозащиты, реализующие алгоритмы ГОСТ, защиту канала связи, они для мобильных устройств под операционными системами iOS и Android, они существуют. Это давно достигнутый результат. Любое использование криптосредства в интересах защиты персональных данных на сегодняшний день по требованиям регулятора должно приводить к проведению исследований того прикладного ПО, которое с этими криптосредствами взаимодействует. Но здесь, естественно, надо от этого отходить. Так же, как аналогично построению типовых решений, используемых и распространяемых банком, закладывается фундаментальный принцип, что не надо проводить никаких дополнительных исследований. Здесь нужно аналогично провести такой же параллель, чтобы было некое программное средство, предоставляющее интерфейс с определенными свойствами, характеристиками, использование которого было бы, с одной стороны, просто и удобно, с другой стороны, безопасно. Достичь этого можно. Теоретически вопрос этот, по крайней мере, у нас проработан. Мы представляем, как это делать. Характеристики, которые должно предоставлять это СДК, понятны. То есть этот путь не кажется невозможным, а более чем реальным и в скором времени. Можно чуть углубиться, чтобы не требовать дополнительных исследований при использовании этого интерфейса. Он должен быть максимально минималистичен, и любое неправильное использование его со стороны прикладного, целевого какого-то проглавного обеспечения, банковского, любого, не должно привести к каким-то опасным последствиям для пользователя и для его информации, которую он обрабатывает. Как это сделать, какими он должен обладать характеристиками, как это воплотить, на сегодняшний день мы представляем. Вопрос в реализации. Антон. Спасибо. Я с Алексеем согласен полностью. Действительно, это совершенно понятная задача. Мы тоже хорошо себя представляем и решаем и в рамках других наших проектов именно по созданию такого функционально законченного компонента, который позволит его встраивать в… ну или на его базе создавать мобильные приложения, которые не будут требовать исследований. Это путь, который можно пройти. Тут надо понимать, что придется, конечно, немножечко ожидания у потребителей этого компонента, то есть у банков они должны прийти в соответствии с реальностью от такого. То есть это определенный процесс. Это будет компонент, у которого есть правила пользования, правила устраивания. И да, хотя там можно добиться того, что там будет написано, что не требует проведения оценки влияния или тематических исследований, как из КЗ и всего комплекса, но определенные ограничения, конечно, будут. Здесь, опять же, надо какую-то… То есть чтобы не делать это вслепую для именно целей верификации в ЕБС, а делать сознательно, с понятными ожиданиями всех сторон и в понятные сроки, опять же, надо разговаривать, садиться за какой-то стол переговоров и обсуждать именно детали технические, как будет построен интерфейс, какие будут ограничения, что можно, что нельзя. И начинает распространение, порядок выпуска релизов. То есть все технические детали нужно компетентно обсуждать. Это такой важный момент. Дмитрий. Собрав отзывы об использовании приложения биометрии, мы на основе этих отзывов и на основе опыта коллег проектируем криптографический СДК, который можно будет встраивать и который при строгом следовании документации по его использованию действительно не будет требовать никаких дополнительных исследований или сертификаций. Да, работа большая, ее надо делать осторожно и совместно со всеми участниками рынка, дабы с одной стороны было удобно и понятно, как его использовать, а с другой стороны, опять же, выполнить все достаточно высокие требования. Андрей, мне кажется, что здесь мы подходим технично к такому же вопросу, как и с точки зрения мобильного сбора. Нам объективно, как участникам рынка, такой криптографический СДК был бы необходим. Думали ли вы об этом внутри Банка России, как обеспечить возможность использования криптографического СДК без дополнительного проведения тематических исследований на стороне участников рынка в части ДБО и мобильного приложения. Вопрос достаточно остро стоит, потому что любое изменение операционной системы, любое изменение программного обеспечения, выполняющего ту или иную функцию ДБО, потребует, возможно, от участников рынка проведение дополнительных исследований, что объективно неприемлемо. Можно ли как-то избежать эту проблему или придумать механизм, который сильно упростил бы проведение таких исследований? Как вы считаете? Здесь, объективно говоря, мы не являемся регуляторами в этом области, мы можем только выходить с какими-то инициативами. Окончательное решение, безусловно, остается на стороне ФСБ России в этой части. Но, безусловно, такое массовое применение требует, на мой взгляд, корректировки подходов. Если мы говорим о массовом применении в кавычках гражданском применении криптографии, то, наверное, ВЭБС правит, что необходимо формировать некие предложения и выходить по корректировке документов. И, кстати говоря, насколько я понимаю, цифровая экономика в этой части тоже развивается. Возможно, эти два направления соединить. я думаю. Но, поднято, что сроки нас поджимают. Поэтому, может быть, какие-то промежуточные решения попробовать согласовать для того, чтобы действительно обеспечить массовое применение этих средств криптографии на недоверенных устройствах. То есть мы готовы с своей стороны инициировать эту работу для того, чтобы согласовать позиции с полномоченным органом. Но еще раз повторю, что, безусловно, окончательное решение за ними в этой части. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот вам, как участнику рынка, такой бы криптографический СДК помог бы? Встроили бы вы механизм по использованию удаленной идентификации непосредственно в свое мобильное приложение? Улучшило бы это клиентский опыт? И насколько оно вам интересно? Да, я думаю, строили бы. Ну, то есть, в целом, наверное, первый вопрос все-таки обеспечить сбор этой биометрией, да? Со сбором разобрались. Сейчас использование. Да, наверное, строили бы. Ну, то есть, если это будет возможно делать с мобильных устройств, то это прекрасно. Ну, то есть, это наша концепция того, что есть представители с мобильным устройством, и все это происходит при наличии представителя и клиента банка. При этом есть уже сейчас механизмы сделать это через веб-сайт, и клиенты уже, в принципе, этим пользуются. Спасибо. И, наверное, самый интересный вопрос, о котором в самом начале уже упомянул Андрей Федорец, и в целом та полемика дискуссий, который у нас с вами есть сегодня, подводит нас к вопросу о том, а можно ли те средства информационной безопасности, которые заложены в 4МР и в указании Банка России и в соответствующих приказах регуляторов, переиспользовать для целей работы не только с биометрическими персональными данными, а, например, с данными из государственных информационных систем в рамках проекта «Цифровой профиль» или для того, чтобы реализовать механизм использования облачной квалифицированной электронной подписи после выхода 63-го федерального закона, насколько решение, которое мы с вами создаем, универсально по отношению к типу данных, или мы будем вынуждены после того, как соответствующие законопроекты будут приняты, еще раз выполнять новые требования, тратить денежные средства, время, нервы и силы. Давайте подискутируем на предмет того, насколько интероперабельны эти решения, насколько они универсальны, насколько их можно переиспользовать. Дмитрий, есть у вас позиция по этому вопросу? Типовое решение, которое создано компанией «Ростелеком», на самом деле можно использовать в качестве универсального средства электронной подписи. это изменяемый параметр, изменяемый настраиваемый параметр того, что будет подписываться с КЗИ соответствующего класса. Таким образом, то, что ставится в инфраструктуру в части типового решения, можно переиспользовать в качестве универсального сервера электронной подписи. Облачное решение тоже реализуется с таким функционалом и реализуется в тесной связке с грядущими изменениями в 63-й ФСФ в части использования облачной квалифицированной электронной подписи. Таким образом, те решения, которые разработали, подразумевают множественное использование не только на нужды единой биометрической системы, но и на какие-то внутренние нужды банка. Помимо этого, те средства защиты информации, которые используются в типовом решении по информационной безопасности для установки в СОД банка, можно использовать и на другие цели. Там определенный пул задач ими решить, которые стоят сейчас перед банковской отраслью. Андрей Фиторец, как Вы считаете, можно ли то решение, которое Вы разрабатываете, в дальнейшем переиспользовать под новые вызовы цифровой экономики в части данных? Ну да, конечно, я об этом в самом начале сказал, что мы как раз с этим приходим в банки и говорим, что коллеги, комплекс мер, комплекс административных, технических, технологических мер по обеспечению защиты информации в рамках взаимодействия с ЕБС, он обязательно может и должен распространиться на всю инфраструктуру банка, которая обеспечивает обработку персональных данных. Ну а там в общем-то почти вся инфраструктура банка. Поэтому да, именно это настойчиво мы пытаемся до коллег из банков донести, что те деньги, которые, те средства, которые будут затрачены на построение обязательной сейчас системы, они обязательно должны использоваться для других целей внутри банка. Их много, да, конечно. Мне бы хотелось послушать позицию CryptoPro и Infotex, потому что понятно, что разработчики типовых решений по информационной безопасности точно скажут нам, что эти решения могут быть переиспользованы. Но все-таки, Алексей, Антон, как вы считаете, те средства защиты, которые мы закладываем в эти решения, достаточны ли, или есть какие-то нюансы, о которых разработчики умалчивают? Иван, есть нюансы. Значит, смотрите, какая история. Действительно есть решение, к примеру, наше решение TrustGate, которое является центральным компонентом и типового решения, и может быть использовано для построения собственного, потому что имеет заключение ФСБ по оценке влияния на PKI-сервис. Оно же, это же решение, может быть использовано для взаимодействия с видами сведений СМЭФ, может быть использовано в рамках 710-го постановления правительства для этого эксперимента. Можно. Действительно, и более того, уже оценка влияния проведена, хотя там еще требования даже такие не предъявлены, ну, косвенно предъявлены, прямую не предъявлены. Вопрос в другом. Вот когда мы строим инфраструктуру, здесь же не только требования ФСБ, там, 378-го приказа, которые следуют из указания центрального банка. Есть еще вопрос обеспечения информационной безопасности, который 321-й приказ Минсвязи регулирует, и 683-я в части кредитных организаций положения Банка России. И там речь идет о выполнении требований, в том числе ГОСТ-57-580 по защите информации при проведении банков в финансовых организациях. И вот здесь возникает вопрос, что пока можно ограничиться выполнением этих требований только в рамках выделенного сегмента, который касается взаимодействия с ЕБС. через два года, через полтора года это коснется всех в полной мере. Вот вопрос здесь уже каждому индивидуально, каждой кредитной, на самом деле и финансовой просто организации, о том, как они у себя планируют реализацию вот этих требований Банка России, как они закладывают. если они сразу закладывают реализацию в полной мере этих требований, тогда, конечно, можно взять это решение и переиспользовать его во всех своих системах, во всех взаимодействиях информационных. Если они пока ограничиваются формальным выполнением требований регуляторов части ЕБС, то есть по минимуму, что называется, вот эти требования выполнили и отчитались, тогда, конечно, лучше не трогать и вообще этот сегмент держать отдельно и демонстрировать проверяющим как эталонный кусок. Спасибо. Я чуть дополню Антона. Сами криптосредства, они же не знают, для каких целей их используют. Им просто дается задача защитить какие-то данные. То есть здесь они могут быть в полной мере применены практически в любой инфраструктуре, если уже на месте где-то есть модуль ХСМ, который выполняет криптофункции, есть средства, обеспечивающие защиту канала от клиента до сервера, оно же может быть использовано для любых других целей аналогичных. Другое дело, что прикладное ПО, которое дает задачу этим криптосредствам, оно уже связано непосредственно с конкретной логикой какой-то системы. Если использовать этот ХСМ или криптопроэнгейт для защиты канала связи из другой прикладной системы, конечно, надо уже понимать, как эта система будет вызывать ХСМ. Вот тут уже есть нюанс, что разработать какую-то новую прикладную задачу, но эта задача минимальная, потому что основную функцию криптозащиты несет в себе ХСМ и криптосредства. Это один аспект применения самих криптосредств для любых других задач подходит. Также можно о чем сказать еще. есть в решениях, которые мы исследуем, вот в решении Ростелекома для удаленной идентификации реализован протокол OpenID, который, беря на вход задачу пользователя, я хочу подтвердить свою личность, взаимодействует с ESEA и EBS, чтобы провести аутентификацию. И реализация этого протокола тоже не знает, для какой конкретно задачи к нему обращаются. Он оперирует только биометрическими параметрами конкретного человека, заявителя, и на выходе говорит, что степень предъявленных в настоящую секунду биометрических данных совпадает с теми, что находятся в EBS. То есть аналогично можно использовать это же решение для других каких-то информационных потоков, использующих в своей работе биометрические параметры. То есть это тоже вопрос может быть решен. Ну то есть правильно ли мы понимаем, что при условии реализации указанных требований вопрос касается не столько самих средств защиты, сколько способов их применения. В зависимости от способа их применения необходимо смотреть, подходят или не подходят. Да, совершенно верно. Криптосредства сами по себе готовы для выполнения любых задач. Андрей, можно ли тогда задать вам такой вопрос? Насколько разумно в рамках реализации инициатив по цифровой экономике, как тот цифровой паспорт, электронная подпись, ну и любых иных, рассмотреть возможность и самое главное обсудить на соответствующие площадках, возможность переиспользования таких средств, надо бы участники рынка не понесли двойные затраты? Вы знаете, я думаю, что это не то, что надо, это надо как бы использовать в качестве принципа, наверное, по регулированию и по выбору средств защиты. Потому что если, ну коллеги тут много говорили, я бы тоже хотел на эту тему сказать, что в принципе мы видим, что вот такие вот инфраструктурные требования, вот именно то, что реализуется не внутри технологии, а там основными навесными средствами, там антивирусами, защитой, там с этими кранами, у нас достаточно много мер сформулировано в рамках нашего ГОСТа, который упоминался, да, и, наверное, мы видим, что вот этот документ будет, так сказать, долго не изменяться и используется в качестве основного такого вот документа, который описывает набор требований именно на инфраструктурном уровне, да, и очевидно, что, собственно, эти инфраструктуры на требования должны применяться не только к тому контуру, где находится eBay, вообще, что, собственно, предусмотрено упоминаемое 683 положение вообще для всей инфраструктуры, которая задействована в проведении банковских операций каких-либо, да, то есть, и, безусловно, те средства, в которых банк инвестирует, да, они, собственно, могут использоваться для проведения любых банковских операций, в том числе в рамках которых происходит идентификация с использованием единой биометрической системой. Если говорить конкретно о оборудовании вот этих СМ, которые используются сейчас исключительно для единой биометрической системы, то, на мой взгляд, действительно, сейчас достаточное количество проектов и в рамках цифровой экономики, и Банк России проект определенно развивает. Вот, например, сразу приходит в голову проект маркетплейса, где, собственно говоря, предполагается использование биометрической идентификации. Большой проект видится OpenAPI, где в качестве основы предполагается использование протоколов OpenID, которые сегодня упоминались, то, очевидно, это потребует какого-то значимого обмена информацией, и, наверное, то оборудование, которое сейчас применяется и будет применяться с точки зрения биометрической системы, оно, видимо, должно даже, я бы сказал, использоваться для того, чтобы проводить операции в рамках вот этих вот, например, вот этих проектов, которые я упомянул. И, на мой взгляд, это все будет развиваться постепенно, да, и те инвестиции, которые сейчас банки вкладывают с точки зрения подписания биометрических образов, и то оборудование, которое будет закупаться, оно в дальнейшем должно использоваться для того, чтобы гипотетически организовать взаимодействие по OpenID Connect для других целей в рамках проекта OpenAPI, например. Как-то так видится там. Будем стандартизировать протокол на площадке ТК-22 совмест ТК-26, да. Спасибо. Мы постарались сегодня таким достаточно простым языком подсветить некоторые проблемы, связанные с выполнением требований по информационной безопасности, и, на мой взгляд, достаточно интересные результаты. С одной стороны, участники рынка могут приобрести типовое решение по информационной безопасности или реализовать его самостоятельно. С точки зрения себестоимости, как мы с вами выяснили, это примерно одно и то же. Вопрос времени и желания. При реализации необходимо учитывать, что функции регистрации и функции идентификации должны быть обеспечены соответствующими средствами защиты. И при использовании типовых решений необходимо просить у поставщика безусловно сертификат соответствия и подтверждение того, что дополнительных тематических исследований проводить не требуется. Регулятор нам сегодня сказал, что будет обеспечен надзор в этой области. Вопрос времени и начало этого надзора пока остался за скобками в силу того, что только-только внедряются механизмы, только-только появляются соответствующие решения. Мы обсудили с вами вопрос, связанный с мобильной регистрацией, договорились при участии регулятора этот вопрос проработать, постараться снизить требования к классу защиты и выработать компенсационные меры. Мы обсудили криптографический СДК и его необходимость с точки зрения внедрения процесса уже удаленной идентификации непосредственно в мобильное устройство. И на мой взгляд достаточно важный вывод из сегодняшней дискуссии, что используют и реализуют соответствующие решения по информационной безопасности, могут рассчитывать на то, что в дальнейшем при работе с цифровым профилем, с цифровым паспортом гражданина, с электронной подписью и другими проектами, как то Marketplace и так далее, можно будет рассчитывать на переиспользование соответствующих инфраструктурных решений и нести дополнительные издержки. Это хороший результат сегодняшней дискуссии, но я уверен, что у участников соответственно которые сегодня собрались на мероприятии есть вопросы к экспертам. Давайте наверное перейдем к вопросам, попробуем их формулировать достаточно сжато и очень четко, для того, чтобы наши спикеры смогли на них ответить. Пожалуйста, есть ли желающие? Добрый день коллеги. Вопрос Дмитрий Гударев. С учетом состоящегося обсуждения, будете ли вы использовать мобильную регистрацию при съеме биометрии или будете ждать, когда договорятся регуляторы соответствуют компенсационными мерами защиты? До конца года наверное будем использовать. В целом у нас есть решение и на ноутбуках, то есть есть вариант развилки выдать определенному числу представителей ноутбук с микрофоном, с камерой, положить ему в рюкзак и чтобы он ездил с этим девайсом собирал биометрию. Пока продолжается сбор как есть. То есть при появлении решений либо принятии решения о том, что можно внедрить компенсационные меры и понизить класс защиты естественно мы это сделаем. А на ноутбуке если не сказать что вы используете для защиты и соответствующих класса CS3 какие решения? Если не ошибаюсь випнет там стандарт А вот АПМДЗ замок как вот замок Соболь это для ноутбука можно какой-то замок спасибо то есть этих устройств там десяток наверное то есть их единицы и есть там несколько образцов которые содержат разные решения массово это сейчас не масштабировалось и пока нету планов масштабировать средства защиты на ноутбуке потому что есть возможность собирать мобильные устройства что нам сейчас конкретно в 63 фезе запрещает передать ключ облачному провайдеру какой пункт насколько ограничивает вас этот самый гражданский кодекс гражданский кодекс чем вот можно передать право подпись это что такое вот ключ ну хорошо просто в пункте есть в 63 фезе есть пункт на который очень любят ссылаться коллеги из инфотекса из крипта про что главное чтобы ключ не использовался без воли и желания его владельца это тем самым они говорят что значит 63 фезе позволяет передать этот ключ не не это 10 один пункт он как бы по разному трактуется есть судебная практика которая и так и так трактует то есть ну для технических нужд типа того да что можно передать ну то есть генеральный директор говорит техническому специалисту возьми используемый ключ для подписания то есть выполни технологическое действие то есть это как бы не запрещено да ну как бы не запрещено но как бы передача не техническому специалисту а там ну вообще Петю Иванову она не предусмотрена ну как бы то есть очень короче нужно 63 фезе ввести доверенное третье лицо все вот как бы это решит все проблемы тогда но на самом деле надо дополнить то что этот вопрос надо в комплексе рассматривать с ответственностью тех субъектов которые участвуют в обработке то есть и на самом деле здесь много еще серых пятен потому что там условно кто-то страдает от того что неправильно была проведена процедура сбора там может быть криптографически все верно там конкретно оператор накосячил да что будет потом кто и за что будет отвечать ну и соответственно с делегированием ключа или там с передачей ключа или с делегированием подписания облачному оператору здесь соответственно возникает просто еще одно звено то есть которое тоже надо прояснять кто за что отвечает можно вопрос да да пожалуйста если банк на этапе верификации биометрических данных уже использует систему используется типовое решение кто несет ответственность если система принимает некорректное решение то есть либо она наоборот отказывает в предоставлении какой-то услуги считая что человек не тот чей биометрический профиль находится в ЕБС либо наоборот она разрешает предоставить достаточно значимую услугу хотя человек не тот чьи данные находятся в ЕБС кто в итоге несет ответственность банк национальный оператор ЕБС либо кто-то другой ну это вопрос наверное и к Ростелекому и к банку России еще раз какой случай когда типовое решение ну когда банк например уже на этапе использования не сбора проводит предоставляет какую-то услугу он проводит биометрическую идентификацию человек не тот чьи данные находятся в ЕБС по разным причинам а система говорит да это он банк например выдал кредит а потом оказалось что как бы это был мошенник или выдали кредит на другое лицо или заключили какую-то услугу на другое лицо и человек предъявляет претензию к банку пока а банк говорит так мне же ЕБС сказал это он кто несет ответственность тогда извините ну банка наверное да то есть в этой части это как бы я не помню что были изменения в закон честно говоря можно конечно почитать внимательно но на мой вот первый взгляд что как бы никаких перенос ответственности за правильность идентификации не предусматривалось изменениями за 115 ФЗ ЕБС не проводит сравнение он дает оценку степени соответствия оценка степени соответствия то есть никакой биометрической идентификации толком-то нет в общем-то вот как правильно Антон везде говорит это оценка степени соответствия того что сделано на мобильном устройстве физическим лицом и сравнение векторов полученных из этого с векторами хранящимися в ЕБС то есть там не бинарная оценка да нет то есть соответствует на 70% на 30% а дальше банк должен сам принимать у себя риски что 30% я не пускаю а 33% я пропускаю да ЕБС в ответном пакете отвечает процент схожести того что было сдано в процессе идентификации в данный момент с тем что было сдано когда формировался биометрический образец но мне кажется здесь нужно ваш вопрос чтобы получить более точный ответ разложить на технологические участки использования всей инфраструктуры банковской операторской инфраструктуры и так далее вообще тот вопрос который вы задаете мы проходили еще на этапе формирования нормативных документов и ответ на него звучал следующим образом что есть участник который обеспечивает регистрацию данных в системе значит здесь возможно два сценария либо зарегистрирован тот человек либо зарегистрирован не тот человек обратным счетом через логирование системы и так далее это всегда можно выяснить в этом нет никакой сложности второй технологический участок это непосредственно оператор системы с набором технологических компонент которые обеспечивают проверку соответствия с точки зрения проверки соответствия в системе используется двухфакторная аутентификация, первый фактор – логин, пароль, он кластеризует базу и позволяет вам сравнить лицо человека один к одному с тем эталоном, который записан в системе. Точность совпадения, которая сейчас установлена в рамках законодательства, то есть на актах правительства, это 4 девятки после запятой. Соответственно, здесь не идет речь ни про 30%, ни про 70%, чуть-чуть повыше точности. Понятно, что в случае, если происходит сбой на стороне технологической компоненты, за которую отвечает оператор, то ровно как и банк, который регистрировал систему, оператор за это несет ответственность. Но обратным счетом отсчитываем, какое событие случилось. В случае, если обе компоненты отработали хорошо, то есть и банк, который регистрировал человека, зарегистрировал того, кто должен быть зарегистрирован, и, соответственно, в рамках технологической компоненты оператора сравнение произошло корректно, но банк, например, не выполнил требования, которые к нему предъявляются по 115-му, не проверил, не состоит ли гражданин, например, в каких-то списках и так далее, не нарушил какие-то иные процедуры. Соответственно, ответственность в зависимости от того, на каком участке произошло нарушение, несет именно тот участник, который нарушил этот процесс. Если все прошло гладко, то, соответственно, гражданин принимается на обслуживание, все нормально. Если банк, принимающий на обслуживание требования, не выполнил по 115-му, он несет ответственность. Если оператор со своей задачей не справился, оператор несет ответственность. Если банк зарегистрировал не того человека, то, соответственно, регистрирующий банк несет ответственность. Поэтому здесь ответ, скорее всего, лежит именно в поиске в рамках процесса, который, в принципе, урегулирован и гражданским кодексом, и урегулирован административными регламентами, и в каких-то вопросах даже уголовным кодексом Российской Федерации, нужно идти обратным счетом и смотреть, кто на каком участке совершил ошибку. Есть вопрос о конкретном, то есть плохо сработало по решению? Здесь был микс, насколько я понял, вопрос. То есть само типовое решение по информационной безопасности, оно ведь обеспечивает, соответственно, безопасность инфраструктуры по передаче данных. То есть это если технологически вклиниться, подменить образец и так далее, вот об этом речь. А если происходит нарушение не информационной безопасности как технологической компоненты, а именно процесса, который описан в рамках закона, то есть все тот, кто нарушил в рамках закона этот процесс. А можно я вопрос задам? Пожалуйста, вот всем участникам. Да, всем нам хочу задать вопрос. Вот у нас инициатива есть по поводу электронного паспорта, цифровой профиль, ЕБС. Ну, цифровой профиль ЕБС, это понятно, это как бы компоненты друг друга, да? А вот инфраструктура ЕБС и цифровой, ну, и новый электронный паспорт, они как-то как живут рядом? Вопрос к ведущему? А вопрос в том, что дубли, по идее, для гражданина это дублирующая штука-то по-хорошему. Ну, для гражданина. То есть он приходит, сдает биометрию для получения паспорта, он приходит, сдает биометрию для получения финансовых и других услуг. Ну, под другими пока не ясно, что понимается, а вот как бы, ну, то есть гражданин не понимает, зачем ему надо идти два раза в разные места для того, чтобы и там, и там сдать биометрию. Андрей, вы задаете, на самом деле, правильный, очень интересный вопрос. Вообще, для цели информирования аудитории в целом, концепция цифрового паспорта нового поколения, гражданина Российской Федерации, рассматривалась в правительстве. Она прошла, соответственно, ряд обсуждений. Сейчас находится внутри Министерства цифрового развития с точки зрения уже практической реализации. То есть в рамках концепции предполагается наличие паспорта гражданина нового поколения в виде пластиковой карты, соответственно, с чипом, с электронной подписью, с записанным рядом информацией. С другой стороны, было предложено альтернативное решение, оно тоже нашло поддержку в виде мобильного приложения. Каким образом технологические компоненты этих решений, за которые отвечает оператор в лице Министерства цифрового развития, будут в конечном счете реализованы, мы, к сожалению, тут с вами сейчас не сможем подискутировать, потому что нет участника, который знает проект изнутри. Но разумно предположить, что, конечно, для гражданина, как для, прежде всего, пользователя, не только государственных, но и коммерческих услуг, потому что паспорт нужен и там, и там, было бы удобно, если бы все данные, которые есть в государственных информационных системах, и в единой биометрической системе, и в будущем у удостоверяющих центров, которые будут выдавать облачную квалифицированную подпись, как минимум были синхронизированы. Как минимум. Ну да, а то, что он придет с паспортом электронным, на котором он – это он, а тут же уби там, где она не подтверждает, что он – это он, например. Да, вы абсолютно правы, здесь очень такой важный вопрос. По поводу вашего разумного заключения о единстве баз для паспорта и для ЕБС, для банковских услуг. А может быть, наоборот, используя аналогию с разделением властей, когда существует законодательная, судебно-исполнительная власти, как раз имеет смысл, чтобы эти базы были разные, и тогда полученный опыт позволит, возможно, убедиться в том, что заявленные четыре девятки в стандарте, они, так сказать, несколько завышены, потому что, конечно, это бешеная точность, которую заявляют к биометрической идентификации. Что-то не верится, потому что есть хорошие эксперименты в области точных, наук более слабые, менее многопераметрическими вещами, там меньшая точность, а вот четыре девятки на биометрии – это сомнительно. И вот если пока будут существовать две системы и будут выявляться ситуации с расхождением, может быть, это позволит в конце концов, там, лет через десять, получить, так сказать, объективную информацию о том, насколько полезна и насколько точна вот эта биометрическая идентификация. Чтобы поэкспериментировать, прошу. Это интересно. Не отомрет ли система ЕБС, когда в полной мере заработает цифровой паспорт? Не получится ли это, как было с УЭКом, когда УЭК просто не пошел? А здесь, как мы сейчас, тратим на это очень много сил, средств, а в итоге как бы все уйдет в цифровой паспорт, и все наши усилия и затраты канут в лету. Спасибо. Вот этот вопрос, на эту тему я дискутирую во всех банках, где присутствуем по поводу взаимодействия с ЕБС, да, то есть это там часто. Аналогия на самом деле с паспортом, да, вот вы, ЕБС нужна для дистанционного предоставления услуг, а паспорт для личного присутствия, вот и все. При выполнении финансовых услуг, насколько вы не понимаете, там, коллеги должны поправить, если я неправильно понимаю, нам не только, как бы, нам нужно провести идентификацию. Наличие подписи, ну хотя бы вообще, да, хорошего. Нет, на самом деле, на самом деле они, конечно, да, действительно, в электронном паспорте там предусматривается чип и возможность применения, там, электронной подписи, ключ, который будет храниться в чипе. Но, понимаете, это, как бы, как вообще во всех решениях, связанных с биометрией, чем хороша биометрическая аутентификация, она очень хороша, когда это дополнительный фактор. Поэтому в этом смысле ЕБС и электронный паспорт, они друг друга дополняют очень хорошо, повышая, действительно, надежность. То есть, если у вас украли карточку и даже пин-код от вашего, там, паспорта, если, там, ключ защищен пин-кодом, то предъявить его смогут, а вот ЕБС пройти не смогут. Ну и наоборот, если у вас, соответственно, ключ остался, то даже, там, какие-то сбои в работе биометрической системы, там, не позволят злоумышленнику что-то серьезное совершить от вашего имени. Мне кажется, это повышает уровень защиты граждан. У меня вопрос такой. Для банка покупка типового решения с согласованным проектом. Закроет вопрос про выполнение 4МР или не закроет? Типовое решение? 4МР, вообще говоря, оно на весь процесс. Типовое решение – это только инфраструктура, которая вот стоит, не знаю, как бы в ядре банка, да, вот, там, не знаю, как это назвать, СОДИ, да, которая используется для подписания и проверки подписей, при взаимодействии с ЕБСом, там, где требуется класс криптографии, класс АКБ. Нет, ну, согласованный проект может включать и армы сбора, то есть все зоны, которые захватывают данный процесс в банке. То есть не будет ли, как бы, такого, то, что мы пришли, купили коробку в магазине, которая соответствует всем выдвигаемым к ней требованиям, пришел регулятор, сказал это, а коробочка у вас все-таки не совсем, как и должна быть. Нет, если есть заключение у полномочного органа, но на такую коробку, которая, понимаешь, покрывает, так сказать, от отделения банка, где собирается биометрия, проходит через каналы, заходит, так сказать, в СОД банка, охватывает ХСМ, то и вот это все вместе сделано как типовой проект, то тогда, как бы, это все нормально. Хорошо, спасибо большое. У меня типовой проект, системный проект, как раз закрывает и вот полный весь, закрытый контур с КВ и там дарма сбора, и только исполнение в рамках КВ-шного контура. Просто не закроет даже мой полный, то есть поставка полного решения не закроет ничего, потому что это полное решение необходимо, во-первых, внедрить, во-вторых, обвязать документацию со стороны банка, в-третьих, провести аттестацию. Вот, если нет полного соответствия рекомендациям, то необходимо выработать компенсирующие меры, необходимо это тоже описать в документации и тому подобное. То есть типовое решение Е не покроет весь комплекс, оно закроет технологическую часть, ну, техническо-технологическую часть, а вот организационно-административную не закроют. Для этого мы говорим банку, что либо это можете сделать сами, либо вот наш партнер, с которым мы работаем, ну, там, партнер, один из партнеров, с которым мы работаем, который обеспечит вот уже административно-организационную обвязку и документарную обвязку уже того, ну, всех процессов, которые требуются. Тогда, да, тогда вот этот комплекс будет обеспечивать закрытие всех. Нет, я понимаю то, что в каждом банке свое оргштатное расписание, свои должности, свои функционалы. Смотрите, давайте я вот уточню свой ответ, я пока коллега говорил, я как бы осмыслил, да. Значит, смотрите, вот типовое решение, оно направлено на правильность разработки, а есть еще правильность эксплуатации, как бы, да, и это как бы ваша ответственность как банка, потому что вы должны безусловно эксплуатировать, собственно говоря, изделие в соответствии с тем, как положено по документации, да, соответственно, да. То есть, что такое типовое решение? Это как бы готовое решение, разработанное именно для банков, для того, чтобы банк самостоятельно не наслаждался процессом разработки в соответствии с требованиями, там, ПКЗ-2005, да, по сути вопроса, да. Вот. Я хочу поблагодарить, прежде всего, наших спикеров. Спасибо.